Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы рассмотрим воскресное Евангелие о насыщении пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Это евангельское чтение Евангелия от Матфея, 58-е зачало, с 14-й главы, 14-й стих и ниже. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними и исцелил больных их». Здесь нам предлагается событие, когда Христос, узнав о казни царем Иродом Иоанна Крестителя, удаляется из области, которая была в подчинении у Ирода, как святые отцы говорят, чтобы к одному убийству не было бы прибавлено другое убийство, то есть чтобы после Иоанна Крестителя не убили бы и его самого. И святые отцы это объясняют в связи с тем, что Христу надлежало умереть в Пасху, а сейчас было еще не то время. Здесь мы видим, что Христос проявляет жалость по отношению к многим больным и исцеляет их. На самом деле весь мир, он в состоянии болезни. Я думаю, что ни об одном человеке нельзя сказать, что даже в физическом смысле он абсолютно здоров. Такого тоже не бывает. Может быть, люди в раю были только в таком блаженном состоянии. Тем более, если говорить о болезнях нравственных и моральных, как у пророка Исаии в первой главе описывается состояние рода человеческого, от темени головы до подошвы ног нету здорового места. И Христос жалился над родом человеческим, который оказался в таком плачевном состоянии. Он и пришел в этот мир не для того, чтобы судить этот мир, но для того, чтобы его спасать. То есть исцелить наши нравственные и моральные недуги, если потребуются и физические. Потому что многие через физические недуги впадают в уныние, в отчаяние. И Господь от этого тоже хочет нас защитить. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Можно сказать, что это все сказано в похвалу тем людям, которые толпами по три тысячи, по четыре тысячи, по пять тысяч, не считая женщин и детей, ходили за Христом. Выходили даже в пустыню, даже не задумываясь о том, что у них нет никаких пищевых припасов. «Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть». Вот эти слова Христа, обращенные к апостолам, «вы дайте им есть» – это призыв к совести каждого священнослужителя. Наша обязанность – давать людям пищу. Какую пищу? Сказано в Евангелии, «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И наша задача духовенства – давать людям пищу, именно духовную пищу. И если мы это делаем, то мы исполняем этот призыв Христа, когда он говорит, обращаясь к апостолам, «вы дайте им есть». Конечно, Христос отлично понимает, что апостолы, которые оставили все и последовали за ним, – это бедные люди. Но здесь речь идет о духовных богатствах, которые они имеют во Христе и со Христом. Помните, как в книге «Деяния святых апостолов» описано, как апостол Петр исцелил человека, всмотревшись в него, он сказал, «серебра и золота нет у нас, а что имеем, даем». И говорит, «во имя Иисуса Христа встань и ходи». Действительно, церковь должна окормлять людей в лице своих священнослужителей трехчинного духовенства, епископат, пресвятариат и деканат. «Они же», то есть апостолы, услышав этот призыв, «вы дайте им есть», говорят ему, «у нас здесь только пять хлебов и две рыбы». А что тогда символизирует собой «пять хлебов и две рыбы»? Илари Пехтовийский говорит, что «пять хлебов» — это пять книг Моисея. Это то, что было дано уже еврейскому народу. А две рыбы — это пророки, одна рыба, а другая — это Иоанн Креститель, который в величии всех пророков. Но есть другое объяснение. «Пять хлебов» — это пять ран Иисуса Христа, которыми для нас отворяется доступ к хлебу небесному, как Христос говорил о себе, «я есть хлеб, сошедший с неба». Пять раны Иисуса Христа — это две раны в руки, две в ноги и удар копьем под ребро. Из этих кровей рождается таинство Церкви. Но что тогда две рыбы? Рыба по-гречески «ихтиос» — это аббревиатура слов «Иисус Христос, Сын Божий». А почему две? Потому что Христос не только истинный Бог, но и истинный человек. То есть, когда мы исповедуем Бога человечества Христа Иисуса и когда мы приступаем к спасительным таинствам, которые отверзаются для нас струями крови Сына Божия, это и есть путь спасения. И в послании к римлянам прямо сказано, тот, кто устами проповедует Иисуса Господом и в сердце верит в то, что Он воскрес из мертвых, что Бог Отец его воскресил, тот спасется. Это путь спасения. Так что апостолы поспешили возразить на слова Христа «Вы дайте им есть», когда они стали оправдываться и говорить «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Потому что если мы даже что-то внешне незначительное имеем, но это имеем во Христе и со Христом, то это больше, чем все блага мира. «Он сказал, принесите их мне сюда», то есть эти пять хлебов и две рыбы, «и велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». Вот это общий принцип. Мы получаем Таинство Церкви, мы получаем догматы веры из рук священнослужителей. Христос дает им, а они дают народу. И этот порядок не должен нарушаться. Есть священство, это ближайшие ученики Христа, конечно, все христиане ученики, в благодатном смысле все священники, в том смысле, что все молятся, как у апостола Петра сказано, что все христиане – это царственное священство, но есть и сугубое священство, трехчинное – епископы, пресвитеры и декана. И мы получаем благо святых таинств и благо наставления веры через них, как мы и прочитали, что Христос дал эти хлебы, эти рыбы ученикам, а они дали народу. «И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей». А двенадцать коробов, число двенадцать указывает на апостолов. И у древних отцов сказано, что даже и Юда в своем служении он имел возможность давать людям некие духовные блага до того момента, пока он не совершил акт предательства. То есть каждый из апостолов совершил свой апостолат самым надлежащим образом. «И набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных». Как сказано, Христос принес нам жизнь и жизнь с избытком. То, что мы получаем во Христе, оно может выглядеть как нечто малое, но всегда будет с избытком. И отцы обращают внимание на то, что не сказано, что набрали хлебов, а кусков. Что значит кусков? Это те самые хлебы, от которых вкушали и так наелись, что что-то оставалось. А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. А число пять, на что нам здесь может указывать? Оно может нам указывать на пять возрастов человеческой жизни. Младенчество, детство, юность, зрелые годы и старость. Церковь насыщает нас евхаристическими благодатными дарами и в младенчестве, и в детстве, и юность нашу освящает таинствами, и зрелые годы, и старость. Но число пять также указывает на наличие пяти чувств в жизни каждого человека. И благодатным воздействием святых даров наши чувства освящаются. Помните молитвы, связанные с причастием? Мы просим Господа, чтобы эта благодать дошла до разделения составов и мозгов, судило бы по мышлению и намерению наши. То есть в таинствах церкви, в исповедании Богочеловечества Христа Иисуса, с одной стороны благословения каждому возрасту в жизни христианина, с другой стороны освящения всем наши чувства. Потому что Господь хочет, чтобы наши чувства были совершенными. Почему это важно? Средоточие человеческих чувств это сердце. А Христос говорит, из сердца исходит блуд, нечистота всякая, кражи, убийства и так далее. Потому что в результате грехопадения чувственный аппарат пострадал самым страшным образом. Но, как известно, человек есть то, что он ест. И евхаристически меняются и наши чувства. Например, в Библии нигде не сказано, что имейте личную веру. Это протестанты придумали какую-то личную веру. Сказано, имейте веру Божию. Потому что так называемая личная вера она в любом случае будет субъективна. Она приемлема в момент, скажем так, обращения человека к Богу. В Писании также сказано имейте чувствование Христовы. Поэтому здесь приемлемо объяснение, что пять тысяч символизирует собою и пять возрастов человеческой жизни, которые освящаются святыми таинствами и догматами веры, а христианства нету без веры в Бога человечества Христа Иисуса и в Святую Троицу. И это и наши чувства, которые действительно меняются, преображаются, преосуществляются и прилагаются, когда мы из состояния чад гнева через святое причастие становимся чадами Божьими. Как мы читаем молитву о причастии, о святых дарах, ими же обожаемся. Итак, вот это чудо насыщения пяти тысяч человек, кроме женщин и детей, то есть не считая женщин и детей, которые тоже имели доступ к этой чудесной трапезе. Это удивительное повествование. И сегодня, в этот воскресный день, мы вспоминаем это событие, которое предлагается нам в 58-м зачале Евангелия от Матфея, которое имеет слава Божия, обращенное и к совести священнослужителей, наша обязанность давать хлеб людям вовремя, хлеб Слова Божия, и призыв к самим верующим дорожить тем благам, которые мы получаем во Христе и с Христом. Почему Христос велел собрать оставшиеся? Чтобы научить нас бережному, рачительному отношению к тем духовным благам и физическим, материальным, которым мы получаем от Бога. Чтобы за все, что мы получаем от Него, мы благодарили бы и прославляли бы Его сокровища благие и жизни подателя. Ибо все таинства совершаются силой Духа Святаго, но действием самого Христа Иисуса, Спасителя нашего по воле Отца Небесного. Небесного 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 Небесного